Доброе утро, дорогие друзья! Мы не всегда можем увидеть за суровой реальностью скрытый мир доброты и веры. Человек судит о бесконечных процессах из образуры своей коротенькой-коротенькой жизни. Оттуда не всегда видно. Мы не знаем о себе ничего, мы не знаем своих судеб прошлого, мы не знаем свои воплощения, для чего мы пришли в этот мир, и пытаемся судить о Боге и о вере тоже. Но когда мы исполняем в Пурим заповедь напиться или выпить хорошо, то все вопросы и противоречия между видимой реальностью и верой исчезают. После определенного количества выпитого мы в каком-то мере понимаем, что на самом деле праведность Мардыха и злодейство Амана ведут к раскрытию славы Творца. Так написано, в тот день будет Он один и имя Его едино. И именно это называется не различать между благословен Мардыха и проклят Аман. То есть будущий пьяным человек может начать понимать, что все, что нас окружает, это не самостоятельные объекты, как кажется трезвому человеку, а проявление воли Творца. Проще говоря, на трезвую голову радости какие-то в неприятностях и несчастьях увидеть практически невозможно. Вообще хорошо верить и благодарить Бога, когда у тебя все хорошо. Когда твои планы совпадают с Его. А когда все идет не так, когда рушатся какие-то незыблемые, казалось, вещи, вот тогда и трудно быть благодарным Богу и верить в то, что все к лучшему. Очень трудно, практически невозможно. Но нужно и Пурим здесь помогает. Еще помогает короткая притча о царе Соломоне, которая говорится о том, что надо помнить, что все проходит. Иногда кажется, что все вечно, но нет, все проходит. Когда царь Соломон вступил на царский трон, он был совсем молодым человеком, он принес клятву народу, что будет справедливо и мудро править народом. Но он понимал, что он молодой еще и что у него нрав такой, знаете, эмоциональный. И он обратился к великому мудрецу, который подарил ему кольцо, перстень такой, который должен был спасать владыку от чрезмерных переживаний. Ну, одел он его на палец, и ему сказал мудрец, что как только у тебя будет сложность, или отчаяние, или нервничать, посмотри на кольцо. Он в такой же случае представился, а вдруг он посмотрел, на кольце написано, все проходит, и это пройдет. Эти слова успокоили его, он вернулся к мыслям и в прошлое, и понял, что всегда гнев, негодование, печаль, которые обуревают человека, рано или поздно действительно проходят и забываются. Также проходящими были радостные мгновения, ведь минуты восторга и веселья сменяются в жизни горестями и печалями. Так устроен мир, это колесо. Постепенно Соломон научился правильно относиться к любым переменам. Перстень с мудрой надписью стал выручать его в трудные моменты жизни. И действительно, если вдуматься, все проходит. Для многих это окончание притчи. Но оказывается, у нее есть продолжение. В один из дней Соломон, будучи уверен в собственном спокойствии, при любых обстоятельствах, все же разгневался. Он снял с руки кольцо, так знаете, нервничал, но вдруг увидел начертанные внутри Перстня слова. И это тоже пройдет. Удивительно, но раньше этой надписи царь не видел. И к нему снова пришли спокойствие и равновешенность. Для многих это окончание притчи. Но есть и продолжение. До конца жизни правитель не расставался с кольцом, рассматривал его бесценные дары. Но иногда в печали он думал о том, что в мире все проходит. В том числе его жизненный путь. И зачем все это было, думал он. Зачем, зачем было это, зачем это, если все проходит. И вдруг он увидел, солнце так блеснуло, и на ребре кольца увидел еще одну надпись, где написано так еле-еле заметным. Ничего не проходит бесследно. Ничего не было зря. И надо понять эту мудрость, эту величайшую мудрость. Да, во-первых, все проходит. И беды, и печали. Но что самое главное, ничего не было бесследно. Все было сделано для чего-то. Мы не знаем для чего, мы не знаем как. Но жизнь нас испытывала. Бог давал нам то испытание, которое он считал нужным. И сегодня пурим. И пурим обязательно надо тоже вспомнить, что все пройдет. Но все не бесцельно. Есть еще одна причина поэтому быть в радости сегодня. Есть такая недельная глава Китово, которая включала самые страшные проклятия, которые есть в Торе. Описывается много ужасных бедствий, которые Всевышний может наложить на людей, если те не будут в радости выполнять назначенную миссию в этом мире. Что сказано? За то, что не служили вы Богу всесильному твоему в радостью и весельем в сердце, когда все было у тебя, как ты хотел. Еще вчера мы жили в другом мире, в котором мы хотели. Но были бы, честно говоря, радостны вчера, как положено, как Бог нам заповедовал. Наверное, нет. А вот если нет, то мы обязаны быть веселыми сегодня. Обязаны сегодня улыбаться. Обязаны сегодня радоваться, потому что Бог сказал. Я создал этот мир, в котором все проходит и все не бесследно. Но я создал этот мир, в котором вы очень ценные игроки этого мира. И вот если вы будете делать то, что я сказал, мир меняется. Сегодня Он сказал нам радоваться и делать маленький лыхаем. Кто мы такие, чтобы отменять его указания? Идем же по пути Бога. Вообще и сегодня обязательным образом. Пурим саме, браха, от слаха. Чтобы сломались все приговоры. Чтобы мир вернулся на землю. Чтобы Оманы были наказаны, а Мардыхаи победили. Браха, вы от слаха. С хорошего Пурима.